В правительстве Крыма обсудили проблемы медицины. На встречу с главой республики собрались представители лечебных учреждений полуострова, профильный министр, а также руководство предприятия Крымформация. О самых актуальных вопросах на сегодняшний день наш материал. Сфера здравоохранения волнует практически каждого жителя полуострова. Трудно найти человека, который не стоял бы в очереди или не искал нужное лекарство. У профильного министра уже есть идеи, как решить проблему. Если раньше это стоило 30 минут, то сейчас пребывание в лечебном учреждении выливается в 3 часа. Понимаете? И нам надо наверстывать программу информатизации для того, чтобы уменьшить нагрузку, я имею в виду бумажную нагрузку или документы оборот бумажный на наше лечебное учреждение. Не меньше беспокоит крымчан наличие аптек и медпрепаратов для льготных категорий граждан. Люди вынуждены ехать из отдаленных регионов в столицу полуострова за нужным лекарством. Количество мы увеличим вдвое до конца года. И, соответственно, там сейчас 32-й квартал и 30-й, мы 34-й квартал откроем. В полтора раза мы увеличим количество точек льготных категорий граждан, концентрируем свои усилия в крупных городах. Ну, соответственно, не забываем про сельские населенные пункты. Еще одна проблема касается исключительно тех, кому льготы предоставляют на уровне республики. Для категорий, утвержденных на федеральном уровне, лекарства закуплены. А для так называемых субъектовых льготников финансирование пока недостаточное. Эту проблему глава правительства будет держать на личном контроле. Не должно быть никаких провалов в обеспечении лекарственными препаратами. Льготников, особенно по тяжелым ситуациям. Никаких не должно быть. Вы скажете, я под свое честное слово готов обеспечить поставку в данном случае любых лекарственных препаратов. Ну, так уже и делаем. Я лично готов дать гарантии производителям в этой части, что с ними будет расчет. Но при всех недочетах есть и позитивные моменты. Парк автомобилей скорой помощи обновился на 160 единиц. Все они в строю. Из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей на строительство крупного медицинского центра почти на тысячу мест. А также планируется постройка многофункционального комплекса в Ялте, который станет одним из самых современных в стране. Виталий Попач, Алексей Романов. Время новостей.